Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы Кинофреш. И сегодня мы поговорим о таких картинах, как Небоскреб, Талли, Русалка озера мертвых и Монстр на каникулах 3, Море зовет. В общем, по традиции, все самое интересное из мира кинематографа прямо сейчас на ваших экранах. Чем могу помочь, повелитель тьмы? Я хотел бы найти Дзинь. Поняла. Меняем сигнал звонка. Нет-нет, я хочу позвать кого-нибудь на свидание. Может, лучше в отпуск. Ты вообще меня слышишь? Я хочу встретить любовь. Мне одиноко. Понимаю вас. Это нормально. Режиссер Генди Тартаковский выходец из Советского Союза, талантливый сценарист и мультипликатор, прославившийся на Западе своей работой на канале Коту Нетворк с такими шоу, как Лаборатория Декстера, Коровка и Петушок и, конечно же, Самурай Джек. В полнометражном кино он в первую очередь известен франшизой «Монстры на каникулах», третья часть которой выходит на этой неделе. Ах, слишком много глаз. Слишком мало глаз. Не люблю щупальца. Папа, ты слишком много работаешь в последнее время. Пора тебе отдохнуть от планирования чужих каникул. И я точно знаю, как тебе в этом помочь. На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус. От монстра баскетбола и экзотических экскурсий до лунных ванн неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля, загадочную и прекрасную Эрику. И его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар. Ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров. Может, и ты найдешь свой фейерверк на корабле? Это не лодка любви, Фрэк. Эй, на палубе! Я капитан Эрика. А вы должны быть единственной неповторимой Дракулой. Мужчины с акцентом всегда кажутся такими умными. В оригинале мультфильм называется «Отель Трансильвании», однако в третьей части название «Монстры на каникулах» пришлось как никогда в тему. И, кстати, это первый фильм серии, сценарий к которому написал сам Тартаковский. «Молодец, дорогая! Это наш лучший выпуск!» «Ты был прав, прадедушка Ван Хельсин. Монстры отвратительны!» «Они даже не представляют, что я для них приготовила». По традиции, «Монстров» в оригинале озвучили Адам Сэндлер и его друзья в лице Энди Сэмберга, Дэвида Спейда, Кевина Джеймса, Стива Бушами, а также певицы Селены Гомес и живой легенды Голливуда Мэлла Брукса. Однако в российском дубляже мы, к сожалению, больше не услышим голос Александра Пушнова. Но вот Сергей Бурунов в роли Дракулы и Полина Гагарина в роли Мэвис все еще в строю. Возможно, это парадоксально, но критики, раньше не жаловавшие отель Трансильвания, оценили третью часть лучше всего. Возможно, каникулы и свежий морской воздух – это именно то, что было нужно пыльным монстрам из 20 века, которые при всей своей старомодности не растеряли обаяние. Так что, если вы еще не успели уехать в отпуск, то я рекомендую вам сходить в кино всей семьей на одну из главных анимационных премьер года. Во всех кинотеатрах с 12 июля. Я почему-то совершенно не доверяю этой женщине. Еда здесь убийственно хороша. Должно быть в гуакамоле был чеснок. Надеюсь, он вас не убьет? Это вы? Дорогие друзья, мы совместно с нашим любимым магазином комиксов на Кибертроне хотим разыграть для вас вот такой отличный комикс про Люка Кейджа от Генди Тартаковского, который, как вы уже знаете, снимает «Монстров на каникулах». Чтобы получить это издание, вам нужно ответить на простой вопрос. Мультсериал по какой суперпопулярной франшизе снимал Генди Тартаковский? Свои ответы присылайте на электронный адрес, который видите прямо сейчас на ваших экранах. Дерзайте, и, возможно, именно вам улыбнется удача. «Монстры на каникулах 3. Море зовет». О, нет, нет, железь сейчас тошнит. На экранах страны таргикомедия от Джейсона Райтмана «Талли». «Нет, нет, нет!» Сорокалетняя мать двоих детей беременеет в третий раз. Женщину душит депрессия, а забота о детях отнимают всей силы. Но все меняется, когда в доме появляется «Талли». «Привет. Я Талли. Я здесь, чтобы позаботиться о тебе». Десять лет назад сценаристка «Диабло Коуди» и режиссер Джейсон Райтман покорили весь мир трагикомедией о подростковой беременности Джуна. Теперь же, в 2018 году, знаменитый дуэт снимает о проблемах тех, кто постарше. Да и детей здесь уже трое. Когда только выходишь замуж, все классно. Но когда у тебя трое детей, чувствуешь себя с загнанной лошадью. Все будет хорошо. Не будет. Главную партию в ленте исполнила обладельница премии «Оскар» Шарли Сторон, которая специально для роли поправилась на 23 килограмма. Ну а помогает ей все еще юная и прекрасная Маккензи Дэвис. Кажется, что ты только припудрила носик, а приглядишься, ты вся замазана тональником. Я помогу тебе справиться. «Сталли» — это одновременно смешное и грустное кино о материнской депрессии и о способах ее преодоления, в которой, как отмечают критики, идеально сошли все компоненты. От жизненного сценария до блестящей актерской игры. При этом картина должна быть близка как мужчинам, так и женщинам. Ну а если нет, то, как говорится, родите поймете. Из отдельных кусков ничего не следишь, если не знаешь, что собираешь. Да, я уж сама забыла, какая я есть на самом деле. И вот мы чудесным образом телепортировались в красный зал кинотеатра «Родина», чтобы обсудить картину «Талли» режиссера Джейсона Райтмана. И в гостях у нас сегодня человек, который знает о коктейлях, напитках и обо всем, что делает людей счастливыми практически. Чуть-чуть о материнстве еще. Да, немного о материнстве, о нетипичной современной маме Сабина Сабинина. Привет. Привет, привет. Слушай, ну я мог позвать тебя и в принципе на любой другой фильм. Вот, я думаю, в следующий раз на твой выбор. Но совпало так, что ты сама мама, как ты сказала, нетипичная, молодая. И есть там мама с опытом, главная героиня картины Талли, у которой уже двое детей. И видим мы ее впервые на экране глубоко беременной. Ну, давай начнем пока с общих впечатлений. В целом, как тебе фильм? Хороший. Не идеальный, но хороший. То есть я не пожалела, что пошла на него. И не пожалела, что пошла одна. Потому что, мне кажется, если бы я пошла с каким-то мужчиной, эффект был бы другой. Я бы не смогла, наверное, воспринять так, как восприняла одна. Я расслабиться, наверное, особо не смогла бы, потому что все равно ты немного как-то заглядываешь за какую-то интимную сторону жизни героев. Непосредственно еще из-за того, что фильм о маме, о вот всех вот этих радостях, так скажем, материнства. Думаю, не каждый бы мужчина, если тем более представляешь, что было бы у меня первое свидание. Это было бы вообще, мне кажется, на этом бы свидание и закончилось. Это очень, на самом деле, жизненный момент в клубе, который был с грудью и с этими попытками. Это настолько реально, что прям вот смешно было и плакать охота, когда ты вспоминаешь подобные вещи у себя. И это показали, и вот это круто, что показали. И даже вот эти вот огромные соски, извините меня, и вот это все так и есть. И вот если представляешь, вот пришел ты с девушкой, первое свидание у тебя, и ты вот ее хочешь в какой-то уже степени, да? И ты смотришь и такой, блин, она же... Потенциально из этой еды. А у нее будет так же, просто, знаешь, как мемчик есть просто. Да-да-да. Поэтому точно нет, не первое свидание, ребят. Нет, нет, нет! Мы видим Шарли Стерон. Кстати, она в этом фильме так сильно набрала вес впервые за свою карьеру. Ну, хотя она для фильма «Монстр» еще менялась. Впервые, да. Да, но здесь она прям большая, и написано, что она впервые впала в депрессию, вот, потому что боялась, что не сможет прийти в форму. И, в общем-то, наверное, это отразилось на ее игре, потому что мы видим ее, ну, очень замученной. Насколько... Понятно, что у тебя один ребенок, и специфика везде разная все равно, там, Соединенные Штаты и там дом, Россия и квартира. Но насколько вот этот вот быт, который постарались показать максимально так приземленно, соответствует действительности для тех, у кого нет детей? Я думаю, на самом деле, быт практически одинаковый, что в США, что у нас, ну, если судить по мне, опять же, да. Единственное, что у них все-таки больше каких-то, ну, современных примочек. Я уж не буду вдаваться в детали про всякие молокоотсосы и тому, кому надо, тот увидит и поймет, либо со временем, либо в фильме. Но по факту, вот когда момент был с рождением уже ребенка, я как будто вот, а, это же, это же моя жизнь, вот это, это же было со мной. И вот прям такие кипиши, которые происходили, вплоть с этими подгузниками, с этими 30 вставаниями за ночь, это все реально. И это вот Шарлиз показала очень-очень прям правдоподобно, учитывая, причем, что у нее нет своих родных детей, то есть она же беременная, по сути, не была ни разу, но показать это настолько правдоподобно, это, наверное... Не знаю, заслуживает ли это Оскара, как в случае с монстром, да, за то, что она и вес набрала тоже. Мне кажется, у нее были такие надежды маленькие, что не зазря же я это делаю. Мама, а что с твоим животом? Появляется персонаж актрисы Маккензи Дэвис. Как вот тебе второй главный женский образ? Я думаю, ее сделали и показала на себе именно такой, который и ждали ее, в принципе. Я вот ее запомнила актрису именно как, если ты смотрел «Черное зеркало», вот из «Сан Дженнипере», по-моему, назывался. В принципе, и там у нее был похожий образ. И не знаю, хорошо это или нет, что она этот образ привнесла туда же, в этот фильм, да, но она смотрелась гармонично, я считаю. И, в принципе, ее внешний вид, это, мне кажется, мечта. Мечта, тем более, узнав ее возраст. То есть это вообще двойная мечта. Ну, ей 31 год, она выглядит очень молодой. Я согласна, да. Вообще, в принципе, Таля такие вещи говорила, которые, наверное, хочет слышать любая мама. Вот в такие моменты, когда тебе вот этот депрессняк, вот эта послеродовая депрессия, она говорила абсолютно правильные вещи. То, что прям надо. То, что ждут, наверное, от мужа услышать хотят. Ну, услышала она от няни. Я здесь, чтобы позаботиться о тебе. Не оттолкнет ли картина, не испугает ли тех, кто хочет завести детей и, возможно, вот очень натуралистично увидит вот такой быт. На троих детей, мне кажется, мало кто решится после такого фильма. Ну, я бы точно не решилась. Не будь у меня вообще ребенка, я бы посмотрев, будь мне, наверное, лет 18-19, я бы посмотрела и такая, а может, не надо, а может, ну его. Сейчас так, в принципе, популярно вот это феминистическое движение Child Free, которое сейчас очень... Но оно не только феминистическое, оно и просто... Ну, я уж приплела так, потому что... И это тоже есть. Не сказать, что я бы такая, ой, точно, нет, никогда, ни за что. Но я бы подумала, наверное, лучше сначала как-то созреть для этого, серьезно обдумать, а не так, как у меня вообще получилось. Ты серьезно не думала? Так получилось? Да, так получилось, я как бы этого не скрываю. Ну, как у Шарли Стерон с третьим ребенком. С третьим ребенком, да, в принципе. Просто у тебя с первым. С кем не бывает. Когда только выходишь замуж, все классно. Но когда у тебя трое детей, чувствуешь себя загнанной лошадью. Чем тебя фильм, ну, возможно, удивил? Что в нем есть такого, что ты сказала, что, ну да, классно, хорошее? Концовка, которой мы, ну, в принципе, говорить не будем, но... Чтобы не портить просто впечатление. Она не банальная. Прям вот молодцы. Потому что не банально вот снять концовку этого фильма, нужно было постараться. Все будет хорошо. Не будет. Кажется, что ты только припудрила носик, а приглядишься, ты вся замазана тональником. Кому ты фильм советуешь посмотреть? Уже точно не для свиданий. Я думаю, людям постарше все-таки. Потому что молодежь, она... Ну, а сколько постарше? От 25 хотя бы, что ли. Потому что уже как бы и восприятие другое. А молодежь, ну, она его посмотрит, она его посмотрит и дальше пойдет. То есть крутить что-то, оценивать, задуматься. Но их может зацепить концовка, понимаешь? Она может как бы переиграть. То есть вот форма, а не содержание. Она вряд ли их зацепит в хорошем смысле. Потому что, в принципе, как мы и говорили, концовка хорошая, но нетипичная. И она... Не будем говорить, ладно, несет она что-то позитивное или негативное, но не каждый ее воспримет так, как надо. Ну, молодежь, точно. Они подумают, что это было вообще? Примерно такое, мне кажется, будет восприятие. А люди, которые постарше, а тем более, как ни странно, мамы, которые, возможно, через подобное проходили, они эту ситуацию... Возможно... Хотя вот выхода из этой ситуации как такового я, ну, помимо Тали, не увидела. Поэтому, да, мы это посмотрим, мы это переосмыслим, пережием, обмозгуем и просто оставим в себе. То есть вряд ли какой-то вывод ты из этого сделаешь. Ну да, это не рецепт счастья. Да. Это просто... Вот может быть вот так. Да. Друзья, в общем, если вам 25 лет и больше, а еще если вам нравятся картины Джейсона Райтмана, и вы немного были разочарованы последними работами, то это 100% возвращение дуэта Джейсон Райтман и Диабло Коди с еще одной очень хорошей работой. И, ну, мы довольно подробно вот обсудили вообще тему, которая затронута в фильме. Если вам это кажется близко, если вы посмотрели трейлер, и вам хочется увидеть Шарлистер, он вот в таких обстоятельствах, и вообще вам показалось это любопытным, то обязательно сходите. Фильм не суперразвлекательный, но и тяжело его назвать там каким-то высоколобым кино не для всех. Он жизненный, он, как вот мы сегодня обсудили, правдивый, и он 100% заслуживает вашего внимания. Эй, у нас пицца? Супер! Ну и куда же мы без скалы? На экранах России небоскреб Роулсона Маршала Тербера. Что скажешь? Я 10 лет не прикасался к Роулу. С той самой ночи. ФМР, руки за голову! Решил, что с меня хватит. И волею судеб. Мы позаботимся о вас. Я встретил Сару. И у нас двое чудесных детей. Кого любит папа? Кого любит папа? Меня! Люблю тебя. А я тебя. Кажется, Дуэн Скала Джонсон при выборе очередных ролей руководствуется принципами громче, ярче, крепче. Он сражался с Домиником Торрентой и гигантскими животными. Спасал семью от огромного разлома и даже был геркулесом и спасателем Малибу. И это еще далеко не полный список. Ну а на этой неделе он постарается переплюнуть Джона Маклейна в ленте «Небоскреб». Мистер Сойер, ваша семья – первые гости жилого сектора «Жемчужины». Вы осмотрели здание. Нам есть о чем волноваться? «Жемчужина» – самый высокий и технологичный небоскреб в мире. Просто дух захватывает. Но? Последствия любого инцидента непредсказуемы. Уилл Форд – ветеран спецназа, потерявший ногу, который теперь занимается оценкой уровня безопасности небоскребов. Когда мужчину отправляют с командировкой Китай, он сразу понимает, что что-то здесь нечисто. Отлично. Пожар на девяносто шестом этаже. Сара, слушайте меня. Уходите оттуда. Поднимайтесь как можно выше. Хорошо. Стоять! Эй, вы не понимаете? Там моя семья. Руки за спину! Главное – не смотреть вниз. Плохая идея. Как ты сюда попал? Прыгнул с крана. Что? Помимо «Скалы» в ленте занята также Нив Кэмпбелл, которую мало кто видел за пределами квадрилогии Крик. Но у руля проекта режиссер комедии «Мэй Миллера и вышибалы» Маршал Тербер. А вот и наш герой. Я кое-что ищу в этом стане. И ты мне поможешь. При должной мотивации все возможно. Нет! Папа! Вместе мы справимся. Мне страшно. Я с тобой, малыш. Небоскреб – это красивый, дорогой и зрелищный боевик, который одновременно с этим еще и совершенно пустой и проходной. Ну, а чего вы ждали от фильмов с Дуэном Джонсоном? Впрочем, кто сказал, что зрителям нужно больше? Небоскреб – предел небеса. Только испугавшись, ты можешь проявить храбрость. А сейчас ты должен быть храбрым. Договорились? Да. Кого папа любит? Меня. Держись! Три. Два. Один! Небоскреб В кино с 12 июля На Руси говорили? Не ходи у ночного озера, там русалка ждет. Ты меня любишь. Режиссер Святослав Подгоевский начинал с короткометражек и микробюджетного хоррора «Владение 18». И несмотря на то, что большинство зрителей до сих пор со скепсисом относятся к отечественным фильмам ужасов, его узнаваемый стиль приглянулся продюсерам, и он снял два финансово успешных фильма – «Пиковая дама», «Черный обряд» и «Невеста». На этой неделе Подгоевский вновь эксплуатирует тему русского фольклора и выпускает в прокат картину «Русалка. Озеро мертвых». Каждый раз, когда закрываю глаза, вижу ее взгляд. Встреча со странной девушкой на затерянном лесном озере и ее поцелуи резко меняют жизнь Ромы. Об этой встрече он очень скоро пожалеет. Неизвестный недуг высасывает из него все жизненные силы. Марина готова на все, чтобы освободить жениха от мистического морока. Что окажется сильнее – проклятие прошлого или настоящая любовь? Мы кормим ее своей любовью! Ей нужно, чтобы мы страдали! Вместе с Подгоевским картину продюсирует небезызвестный Джаник Файзиев, снимавший «Турецкого гамбита», «Август 8» и «Легенду о Калаврате». Ну а главные роли исполнили Виктория Агалакова, также игравшая главную роль в «Невесте», и Ефим Петрунин из комедии Романа Каримова «Гуляй, Вася». Она сведет тебя с ума. Ей нельзя убить. Только жизнь за жизнь. Если вам пришлись по душе пиковая дама и невеста, то и русалка наверняка вызовет интерес. Конечно, по меркам Джеймса Вана и Скотта Дерриксона это кино проходное, но лучше в нашей стране ужасы не снимает никто. Да еще и с национальным колоритом. Кстати, Подгоевский уже готовит новую картину под названием «Яга. Кошмар темного леса». В общем, если вы себя некомфортно чувствуете в открытых водоемах и все время опасаетесь, что холодная рука утащит вас на дно, то можете дать шанс отечественному производителю и сходить на русалку. Но никого еще не отпускали утопленицы. Ты меня любишь. Вот и все на сегодня. Увидимся совсем скоро. Надеемся, вам все понравилось и вы выбрали подходящую премьеру себе по душе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и не забывайте посещать наш городской портал utv.ru. С вами была программа Кинофрэш. Увидимся в кино. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok